итак всем привет ты сегодня находишься на канале спорт x и сегодня я тебе расскажу о том как правильно качать трицепс это кстати очень актуальная тема потому что все меня спрашивают о том как качать бицепс как же бицульку накачать как же большую такую огроменную и никто не спрашивает как накачать трицепс странно почему что трицепс как-то не важно что ли его тоже не видно поэтому его тоже нужно качать и нужно знать как его качать и все в основном неправильно там прокачивают свой трицепс что же они в основном делают неправильного такого они делают французский жим французский жим это довольно таки травмоопасное упражнение и я его лично не делаю уже очень давно кстати вот потом они делают французский жим гантелей лежа или стоя и еще что же они еще делают такого на 30 дайте вспомнить а то я уже как-то под забыл чего не там а еще кстати они делают уж и жим узким хватом вот вот три основных упражнения которые в основном делают и подснежники и в общем даже бывалые атлеты на которые кстати они тоже заблуждаются этого делать не стоит не ну как бы жим лежа узким хватом можно делать но он не столь важен как все думают вот что лично я делаю для того чтобы прокачивать трицепс я делаю первое упражнение у меня идет это разгибание рук на блоке это я там выполняю по четыре подхода это упражнение то есть четыре подход в одном упражнении два подхода я делаю ладонями вниз я делаю либо с прямым грифом либо с веревкой ну лучше делать с веревкой если хочешь хорошо нагрузить внешнюю головку трицепса вот это вот вот то делать с веревкой надо и стоит разводить еще руки в стороны вот так делать такие вот движения не прямо как все обычно любят делать или допустим они еще опираются руками вот так вот друг об друга и как бы делают упор на такой так намного легче делать надо разводить тогда у тебя будет напрягаться максимально внешняя головка трицепса вот я значит делают два подхода так и делаю два подхода на разгибание ладонями вверх вот так что это нам дает это нам дает нагрузку на внутреннюю головку трицепса на вот это вот которого здесь находится внутренняя головка она кстати в таком положении напрямую напрягается не очень сильно французский жим тоже не сильно напрягает кстати все упал упражнения в основном где приходится держать ладони вниз практически ее не затрагивают эту головку вот поэтому нужно прокачивать ладонями вверх обязательно это упражнение скажем так неудобно и большой вес там не возьмешь поэтому стоит делать много повторку вот значит сделал я на блоке четыре подхода два подхода так едва так потом я вы иду на 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 что же дальше делаю дать и забыл так потом я а потом я выполняю кстати отжимания сзади от лавки это тоже стать очень хорошее упражнение не стоит о нем забывать вот так же выполняю четыре подхода ну приблизительно у меня там повторение 15-20 иногда 25 повторить без веса то есть собственным весом по дел и нормально и третье упражнение у меня это разгибание рук в тренажере это что-то вроде скамьи скота только получается ты не тянешь не бицепс качаешь а разгибаешь руки вот в этом тренажере я также выполняю ладонями кверху два подхода и два подхода ладонями вниз вот тут также когда делаешь ладонями кверху вес большой не возьмешь поэтому ставим оптимальный вес для себя и делаем на максимальное количество повторений вот ну и также в конце в принципе можно пожать жим штанги узким хватом то есть у нас кого предварительное утомление уже было мы сделали три упражнения на на трицепс выполнили это у нас сгиб разгибания рук на блоке первое второе отжимание от лавки сзади это второе у нас и третье у нас было разгибание рук в тренажере и четвертое упражнение это у нас жим узким хватом и вы почувствуете кстати разницу если вы раньше допустим выполняли жим в начале тренировки то вам было легко и вы могли там взять большой вес то сейчас когда у вас вы потренируетесь в таком стиле то есть выполните сначала все эти упражнения и потом сделайте жим в конце то после предварительного утомления ощущения будут совсем другие уж поверьте так что думаю вот все сегодня все и рассказал уже простоте по поводу прокачки трицепса и кстати я лично вообще делаю два три упражнения максимум то есть редко когда делаю четыре упражнения и в основном выполняю их как сказать по настроению то есть пришлось и там есть настроение что-то делать я делаю с нету я не делаю ну я бывалый атлет поэтому если вы только начинаете или в общем у вас руки плохо растут то вам нужно искать какие-то схемы переставлять упражнения местами пробовать что-то новое то же самое с тренировки с предварительным утомлением когда вы делаете изолированные все вначале и потом уже база вот и у кого-то кстати его очень хорошо даже откликаются мышцы на такую нагрузку то есть с таким с такой расстановкой упражнений вот так что пробуйте тренируйтесь задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео я с радостью на них отвечу так что всем спасибо пока